Ты меня уже узнала, да? Кажи, куда ты, хозяйка, пошла? Зовёт меня. Махонька. Махочка. О, там уже Алиса проснулась. Алиса, мама за окошком, смотри, Маха. Маха, смотри, мама удаёт. Маха, ты нет, 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 Маха, давай домой. Давай домой. Нельзя, я сейчас зайду, Маха. В общем, вам, наверное, видно, Алиска проснулась. Мне плохо видно тут солнце. Доброе утро, доча. Привет. Не поймёт, чём мама за окном. Я иду домой. А вот и я. Её Маха разбудила, кричать за тобой начнёт. Да, ну то сколько можно спать, извините, уже полдвенадцатого. Доброе утро, солнышко. Бузя, ты ещё спишь, да? С открытыми глазками. Чего он так храпит, храпит? Нос забит, что ли? Или ты притворяешься, ты храпишь? Иди, маму, не пугай. Ты же могу подумать, что ты заболела. Зайка. Так, я сейчас буду завтракать. Я специально завтракаю попозже, чтобы был большой перерыв между последней едой и первой, чтобы худеть. И уже сегодня я ем диетическую еду. Я буду есть супчик. Так сказать, завтрак в час дня. Так что мне уже, наверное, много мяса ещё возьму. К счастью, хоть я и склонна быстро толстеть, но я люблю курицу гораздо больше, чем любые другие виды мяса, а курица как раз способствует похудению. Ну и ещё надо есть без хлеба, чтобы похудеть. Алиса с папой собираются гулять. Нацепила шляпку. Ну, надела ей тёплый костюм правильно, потому что я, например, выходила в футболке, очень замёрзла. Ну, на велосипеде. На велосипеде? Там уже не надо, там ветер такой, Кость. Пусть себе дитё пороется в песочнице. Ну, что ты всё на велосипеде да на велосипеде. Ну, что, и ей нравится, и мне нравится. Ну, тебе нравится, я понимаю. Для неё это плохая сейчас погода для велика. Ещё и в Панамке. Панамке мы... Где шапочки? Не знаю. Заменим потом. Представляете, у Кости сушка испортила кроссовки. И Алисе, ботинки. Давай мама тебя причешет. Что-то вы натянули шляпку и не расчесались даже. Сейчас, сейчас расчешемся. Вы знаете, я заметила, что Алиса часто стала играть, что потерялась мама. Что кто-то ищет свою маму, плачет. После того, как посмотрела мультик про мамонтёнка. И песню он эту всё время поёт. И мне тут такая мысль пришла в голову. Мамочка, мамочка, певечка. Нашлась. Я всегда так любила советские мультики. Особенно этот мультик тоже. А сейчас стала думать, что этот мультик, возможно, может привить какой-то страх к тому, что ребёнок потеряется, что мама попадёт. И, возможно, даже он может какой-то инфантильности приводить. Когда ребёнок всё время около мамы, трусится за маму, не может без неё. Не, ну в маленьком возрасте это нормально. Я имею в виду более старшим. Вдруг оно где-то вот в психике там откладывается страх именно этот. Мама, бегричек. Большиня, мамочка. Я пороселка. Я мама. Привет. Я котик. Я папа. Я. Стирялка, достирала. Я кукла. А я кукла. А я кукла. Все познакомились? А я косичка. А я косичка. А я косичка. А я косичка. Это её так зовут, косичка, да? А я котик. А я котик. Я платье принесу. Вот платье. Ничего себе платье. Я надену сейчас. Алиса, ничего. Алиса, оно явно маленькое. А если не у мамы, а мама посею. И на маму маленькое платье, а то явно на куклу. А мама большая. Мама большая. А Алиса? Маленькая. А Алиса маленькая, да? Ой! Что там? Что там такое? Мама рассадила твоих зверюшек. Да? Дети, идите кушать. Садитесь за стол. Не на стол, а за стол. Вот сюда. На стульчик садись. Вот так. И будем кушать кашу. Сейчас я вам принесу. Вот ваша каша. Кушайте. Покушали? Помойте лапы и идите гулять. Смотрите, что бывает, когда Костя берет телефон. Папа! Папа, не работай. Алиса говорит, папа, не работай. Папа и не работает. Я тебе скажу. Папа так балду гоняет. Хорошо, не буду работать. Все. Чекастик. Да, откуда у тебя щечки? Опять отказывается. Котлеты есть. Два дня поела, порадовала нас. Не странно. Вот свежую, когда делаешь, даешь, она ее ест. Вроде всегда. И первый раз брала, и второй раз. А вот как они уже полежат, она прямо настолько свеженая. Гурман. Я песик. А я... Пандочка. А я панда. Я езжу хвостик. Хвостик? Можно подергать за хвостик? Я укушу за хвостик. Хорошо? Матик хвостик ездит. А у меня совсем маленький хвост. Видишь? Зато у тебя есть бантик. Я большой хвостик. А у панды есть бантик. Скажи, а у собаки есть платье целое. А у собаки нет платика. Давай у панды возьмем бантик и наденем собаку. Давай, тяни хорошо. Нет, не снимается. Не отдает панда бантик. Да, она жадная. Привет. У меня бантик. Бантик. А она нашла выход. Она взяла себе с бантиком игрушку. Я могу я ее. Сидела. Ну и сиди себе там. Ушла от меня. Я к тебе хвостом повернусь. Я очень хвостом вернусь. Привет. Почему ты учишь? Я хвостом бантик вернусь. Уйди дружить. Какие планы на вечер? А, панда? Бамбук опять горит? Я бантик есть. А? Я бантик есть. У тебя бантик есть? А у меня, вон, видишь, какая одежда красивая. Вся в звездах. Это потому, что я... У меня еще нет платья, а у батья нет платья. А у тебя нет платья, а у тебя вон все мерзнет. Видишь? Ты не одета. Один бантик и все. Ты теперь учишь хвастаться. Котя. Типа, а, у меня есть вот это. Это ж хвастаться. Но она потом так будет с детьми общаться. Ну, что, страшно. Действительно. Придет и начнет хвастаться. О, смотрите, какие у меня там игрушки, да? Кто ж с ней тогда дружить будет? Классный, давай играть вместе. Кость, это неправильно. Она у нас делится со всеми. Это хорошо. Ну, конечно, если так учить. Да нормально всем будет. Все спать легли, да? Все-все детки спят. Тихо-тихо-тихо. Спят игрушки. Спят игрушки. А Алиса будет спать? А Алиса не спится. А Алиса не спится. А Алиса не спится. А Алиса не спится. И поросенок. Теша спать. Вся всех уложила. А теперь собака души спать. А лучше дельфин спать. И еще и тишине спать. Спать. И папа спать. И папа спать. А ну да, папа рано встал. Мама закрывай глазки. Все спать. Мама закрывай глазки. Мама храпит. Мама храпит. А ты будешь храпить? Мама храпит. А ты будешь храпить? Папа, все крыло глазки. А можно один закрыть, а один нет? Мама закрыла глазки. Закрыла все. А ты что не храпишь? Тоже закрывай глазки. Закрывай глазки. Мама, закрывай глазки. Я сплю, а Алиса? Ты носом храпишь. Мама, закрывай глазки. Ну, мы уже проснулись. Уже наступил день. Все встают. Да? Я спать хочу. Ты сейчас папу усыпишь, Алиса, и будешь сама играться. Меня кто-то опять утром разбудил в 6 утра. Я спать хочу. Кто мне ноги свои на голову положил? Я спать хочу. Идите с папкой поспите. Правда, дневной сон будет. Папа, саппу, мой Костя. Мы с Костей отправляемся на чердак. Чтобы достать для Даши стол, который мы из Киева привезли. Он, конечно, не супер, не новый. Но до тех пор, пока Наде ей будет новый покупать, он подойдет. Потому что она там мастерит уже из коробки себе стол. Вы видели, да? Он один на канале. Мы решили ей отдать свой, который все равно не используется. В последнее время мы частенько лазим на чердак. А потом Костя пойдет в будки джеты делать ремонт. На чердаке темно. Ну, в общем, тут стоит уже достаточно много наших вещей, которыми мы не пользуемся. Кроватка детская. О, ты стол для воды сюда забрал. А я думала, он на улице. Я тебя еще спрашиваю, спускать тебя несколько дней назад. Или нет, ты сказала, пока еще рано? Угу. А может, ему просто передать вот через проход? Да, можно, кстати. Не передать, а просто ему на чердак отнеси, а он оттуда снимет, действительно, чем по улице тягать. Хорошая идея. Манюня. Боже, Манюня сегодня прет вообще. Она готова за мной на чердак залезть, чтобы я ее гладила. Мне здесь даже нравится. Я потопала босиком. Наверное, это неправильно. Ну, ладно уже. Сейчас воспользуюсь Костиным фонариком. И мы с вами посмотрим, что у нас тут еще стоит. Так, еще у нас здесь два спальных мешка. Санки. Машинка, на которой Алиса почему-то боится кататься, очень боится. Старый стол Алискину там точно не нужен. С малышариками надо что-то тоже с ним придумать. Ховеркарт. Помните, мы катались. У нас нет гироскутера, к которому его прицепить. Наши самокаты здесь. Рейзеры. Ну, и очень много всяких вещей для маленьких детей, типа ходунки. Вот этот жирафик, который сам ездил. Велосипедик Алискин. Прошлогодний. И вот тот зайчик двухколесный, который уже, может быть, наскоро дожить дорастет. А также здесь очень много всего новогоднего. Мы решили все, что касается нового года, сложить именно на чердак. Мне кажется, это очень правильная мысль. И вон одежда даже новогодняя. Все вот эти вот с лампочками. Деревья, елки. Стул один стоит. Столик. Кресло для машины детской. И вот эта одежда. Детская. Нам, кстати, написали с просьбой отдать ребенку. И мы с Костей должны перебрать там пять месяцев ребенку. Но я так и не нашла еще на это времени. То есть мы про это помним, но я думаю, что когда все-таки там кладовки уже буду ближе к концу разбирать, то переберу уже эти вещи. Потому что сейчас тянуть их внизу. У меня внизу все завалено вещами. Все? Все. Я испугалась. Может, мы Иену заберем? Так, где? Вон, он прямо возле... А, ты прямо там поставил. В общем, Костя тут поставил. Косте встал. Там какая-то посуда. Это, наверное, Владимира Ивановича. Вряд ли же найдено. Вот. И мы сейчас им скажем, они заберут. Какой Иваныч умный. Какая библиотека. Да, библиотека шикарная. Тут все есть. Это ж еще не все. Еще в гараже там. Да, и он книги очень ценит. Ну, у нас так же. У нас, между прочим, с моей мамой столько же книг. Просто они... А спорим не меньше. Не, ну, может быть, у нас меньше именно вот этих собраний всяких. Конкретно собраний, да. Не все. В чем все эти собрания, в Советском Союзе такой дефицит был их собрать еще. Это связи надо было иметь. Он, наверное, как врач. Это все пользовался. Потому что, ну, вот, даже жизнь замечательных людей, то, что у него там стоит. Где? Это вообще сборники писателям-поэтам. У него еще куча этих кассет есть с фильмами. Ты видел? Да. Тоже когда-то это было очень и очень. А еще коньяка коллекции. А ты пусты. А ты уже попал. Ну, Костя, ты наглый. Ты вообще не наш. Чердак этот трогать что-то. Тут мужики, да? Что их интересует в первую очередь. Ну, все, идем. Слушай, мне нравится, как ты тут все на чердаке сложил. И места есть. Тут больше, чем кладовки, места намного. Я тебе еще сюда вещи, из которых повырастала, Алиска, попередаю теперь. Хорошо. Да, у Владимира Ивановича здесь, конечно, так все обустроено, настолько вот, ну как, уютно именно для него самого, что я не понимаю, когда он начинает говорить о том, что дом этот продавать хочет. Вот. Он хочет продавать, но вы там писали мне в комментариях, типа, Лена, что вы не купите дом? Ну, во-первых, для нас это очень слишком дорого. А во-вторых, здесь, честно говоря, стены многие, как будто картонные. Вот кто-то на втором этаже что-то говорит, на первом слышно. Вот. Поэтому именно я и не хочу. Даже если бы деньги на это были. Бедненький Тимочка обиженно сидит. Укольчик сегодня сделали. Я на канале Хомке выложу видео через два дня, как Тима переезжает. И там покажу, как ему делали прививочку. А пока что я его уже сегодня трогать не хочу. Он, наверное, себя не очень чувствует. Да и вообще, два дня ж нельзя после прививки. Кролика на улицу нельзя. А это кто у нас такой сонненький? Кто у нас сонный? Свинки меня услышали, слышите? Подают голос. Лимоншенька, здравствуй, родной. Ох, и как чистенький ты. Ты мой зайчик. Че мой зайчик? Пальчики такие, пальчики. Лимончик. Я скоро буду к тебе заходить. Честное слово. Мне до того хочется к нему зайти, его на ручки взять. Что я понимаю, что это может для меня оказаться фатально. Но я хочу прямо к нему залезть. Клетка. Мальчик хороший такой. Хорошенький такой. Хорошенький. О, сейчас Костя с ним сюсюкать будет. А ты никогда мимо пройти не можешь. Я ему лапку уже вот так, смотри, он не кусается, не бойся. Смотри, вот он дает лапку. Лимонш, дай лапку. Дай лапку, Лимонш. И, в общем, я ее так беру, я так на руки массажик делаю. Ему нравится. Вот, вот, сделай ему массаж лапки. Да, вот так. Лимоншенька. Наши руки будет знать, как хозяйские. Не будет нас кусать. Да.